Добрый день, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. Выдалось свободной минуткой, я решил восполнить пробел, что уже 4 дня ничего не выкладывал на свой канал. Я читаю очень много ваших сообщений, очень много людей со сранья смотрят вместе с другими информационными новостями мой канал, жду какие-то обновления. Ребят, сейчас сижу за своим проектом, поэтому в такой запаре. Хотя проблем нету, материала очень много интересного. О чем хотел сегодня поговорить? Есть вот такая газетенка, в Америке, называется «В новом свете». Вот такая газетенка, она русскоязычная. По формату это помесь аргументов и фактов с московским комсомольцем. То есть сразу понимаете, какой формат, но иногда попадается что-то интересное. Попадается что-то интересное. И вот эта газетка приходит к нашему другу Эдику. И я, соответственно, оттуда иногда черпаю весьма занятную, забавную информацию. Тут идет такая подборка новостей со всего мира. На русском языке идет комментарий тех событий, которые идут в США. Газета рассчитана в основном на людей таких пожилых, которые американские газеты не читают в силу языкового барьера. То есть, скажем так, персонажи такие, которые копались на Брайтон-Бич. Вот в этой категории рассчитана вот эта газета. Хотя есть достаточно интересная тут информация. То есть тут есть всякие разные юридические курьезы, всякие разные, например, вот... 3400 американцев, преимущественно дети, в прошлом году случайно проглотили литиевые батарейки, используя в маленьких контрольных приборах. Интересная статистика. Или, ух ты, 800 тысяч самоубийств было совершено в России с 1090 года по 2010. Сейчас их уровень составляет 23,5 случая на 103 жителей. А в мире, в общем-то, 14 случаев. То есть Россия зашкаливает в два раза. Причисло самоубийство, Россия занимает второе место в мире на первом месте Литва. Средний возраст самоубийц – это мужчина, 45 лет, женщина, 52 года. Вот. Значит, а почему я эту газету вам сейчас показываю? Тут есть очень интересная рубрика, ее ведет один адвокат. И интересны здесь все эти разные моменты. То есть, если для вас интересно, я могу, скажем так, сделать подборочку вот из этой газетчонки наиболее интересных каких-то материалов и вам их озвучивать. Вам их озвучивать, потому что наверняка вам интересно знать, чем отличается эмигрантская пресса от российской прессы и, собственно говоря, какого рода информация. Ну, есть, конечно, полная туфта, очень много информации там. Рауфина, ясновидящее, используя силу, дарованную Богом, поможет избавить ошибок в будущем, определяет судьбу, решает проблемы с семьей, в бизнесе, снимает все виды порчи. Вот. Очень важное объявление. Я даже думал, могу свое поместить. Значит, вызываю духа Наполеона, ввожу в запой, работаю на материале заказчика. Алкоголик-собеседник выйдет к вам по предварительной записи. Стопроцентная гарантия. Вот. Думаю, что надо будет мне свое тоже объявление сюда разместить. Вот. Сто процентов ввожу в запой. Гарантированно. Вот. Очень много интересных объявлений. Очень много интересных объявлений здесь достаточно смешные. Вот. Я сейчас буду газетку быстро перелистывать. Сразу говорю, это такой экспромт. Это такой экспромт. То есть я что-то здесь такое вот увидел. Вот, например, статья, где учатся дети звезд. Дети звезд. Так, например, вот Анастасия Заворотнюк, ее дочка уехала изучать юриспруденцию в США. Вот. Надо же. Дальше. Дочь Анны Седоковой вышла замуж за бизнесмена и что? Оп. И тоже уехала. Естественно, шестилетнюю девушку нужно было определять какое-то учебное заведение. И Анна подыскала для старшей дочери недалеко от Лос-Анджелеса начальную школу. Поскольку в США нет традиционных для России и в Украине детских садов. В общем, короче, тоже в Америку свалила. Сын Эвелины Блёданс. Кто это такая? Не знаю. Ну, видимо, какая-то крутая тёлка. Актриса никогда не скрывала, что стремясь увезти своего старшего сына Николая из Москвы, поскольку считает местную атмосферу очень развращающей для молодой, неокрепшей личности. То есть в Москве атмосфера для неокрепшей личности вредна. Знаете об этом. И Эвелина отправила Колю в Швейцарию. В России мальчик выучил шесть языков. В иностранной деревне, так называемой он, а за экономики... Короче, свалили они в Швейцарию. Вот. Патриоты. Сын Кристины Рыбака, это и Преснякова, после окончания московской школы, самостоятельно принял решение поступать в Нью-Йоркский кинематографический институт. Вот. Вот такая вот штука. Тоже свалил. Вот. Скоро в России у нас только один там... У вас там, у вас там останется один Михалков, главный. По кинематографической части. Сын Валерии, мечтая стать нефтяным бизнесменом, для этого он постигает азы науки в престижном колледже в Швейцарии. Вот. Вот такая штука. Дочь Меладзе, сейчас учится в Оксфорде на психолога. Так. Дочь Екатерины Александра Стриженовых. Уговорила сама своих родителей отпустить ее продолжить учебу за рубежом. Сейчас она училась в Лондоне, а сейчас изучает хореографический дизайн в Нью-Йорке. Вот. Дочь Анжелете Варун живет в США. По состоянию здоровья должен был приехать в страну с теплым климатом. Вот. То есть бегут все. То есть если вот детей вот этих вот звезд предателями не называют, тут как бы разумный выбор, осознанный, то мне непонятно, почему тогда простых россиян, которые задумались о том, чтобы из бардака свалить куда, где поспокойнее, почему-то называют предателями, уродами моральными и т.д. и т.п. Это непонятно. То есть им можно, а простым людям нельзя. Но, соответственно, что касаемо депутатского корпуса, там уже давно все эвакуировались. Кто-то помог. Вот. А тут всякие футбол, хоккей. Ля-ля-ля, три рубля. Значит, формула. Пятый разгром Карпина. Нет, не волнует. А вот приколы. Это у нас тут объявление. Клопы. Предоставляем средства от клопов. Выезжаем на дома Нью-Йорк и Нью-Джерси. Вон. Русскоязычные. Если есть клопы, вызывайте. Помогут. Недвижимость. Помогу с арендой и продажей недвижимости в Санкт-Петербурге. Оформляю договора. Проверяю краснеросъемщиков. Но это, видимо, касается тех людей, которые успели свалить, а теперь парятся, что с своей квартирой в любимых пенатах делают. Услуги, эмиграция, B1, G1, F1, H1B, L1, политическое убежище, изменение статуса, качественное и подоступное цену. Идет какой-то телефон адвокат. Естественно, я на такое объявление, конечно, не клюну бы. Потому что прям попахивает этим федняком. Но кто-то звонит же, наверное. Открывается новая бейкери. Альфаретта Джорджия. Требуются продавцы и работники на кухню. Прибыльный бизнес на дому. Вот. Вот видите, работа есть. То есть, работу можно найти. Позвоните, поинтересоваться, что предлагают. То есть, если составить объявление на русском языке, вполне вероятно, возьмут человека и без языка. О как. А вот это, вот на английском языке. Ну, это, видимо, специально для тех, кто все-таки в английском врубается. Написано на английском. Electronic company located in Astoria, Queens, is looking for receptions, must be speaking English and Russians, must have good communications, kill full time, five days a week. 400 баксов в неделю. И телефончик данный. Пожалуйста. Можно пойти по Applites. 400 баксов в неделю. Получается 1600. Короче, минималка. Не, не пойду. Нафиг. Задницу такую работу. Мало. Здоровье. INR Company. Лечебные препараты из России, Европы и Америки. Принимать индивидуальные заказы. Посылаем по всем штатам. Ну, реклама. Не упусти свой шанс, звони. Вмите свою рекламу. О, знакомство. Поможем избавиться от одиночества. Найти свою любовь и счастье. Вот тут прямо так отпечатка по Фрейду. Болбушой выбор женихов и невест всех возрастов. Болбшой выбор, это круто. Вот. Соответственно, кому и кобыл, невеста. Срочно продается дом отдыха в сказочном живописном уголке Кацкийских гор. Где такие горы находятся? Не знаю. Приглашаем в сотрудничество контракторов, имеющие опыт по установке обслуживания спутникового телевидения. Установку настройок спутниковых тарелок, прокладка аксиального кабеля, подключение спутниковых приемов, оплата по согласованным расценкам. Fun Travel, авиабилеты. Ну и даже перечисляются авиабилеты. Ну это, видимо, вообще для столопов, которые не умеют интернетом пользоваться и самостоятельный билет заказывать. Мое здоровье, моя забота, здравительные потери веса и контурирование. Приобретайте формы. Пейте только полезную воду, а не полезную воду не пейте. Пейте только полезную, полезную прям выделено. Ребята, не полезную воду не пейте. От неполезной воды пущут. С туалета потом вас не оторвать. Как избежать инсультов и инфарктов? Да просто напрягаться. Да, нормально. Мне пора точно сюда объявление свое выложить какое-нибудь и постебаться. Прямо. Дорогие друзья, на гастролях Америки, на сольном концерте, ах, не лети так жизни. Лучшие песни последних лет, звезда русскоязычного Израиля, Владимир Фридман. Не знаю такого. Быстро, надежно, недорого, посылайте Украину, Россию и другие страны. В общем, вот такой вот блок. Опять же, все эти гороскопы, обзор новых фильмов, анекдоты, тревел. Предлагают, кстати, икорку. О, икорка, интересно. Так, 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 икорка. Икран от Кавер Базар по оптам-ценам. Мне надо бы сохранить рекламку. Наша икра высшего качества не имеет никаких добавок, консервантов или красителей. Красная икра 35 долларов за килограмм, это оптам. Значит, черная, зернистая, начинает стоить от 25 долларов за баночку 113 грамм. Баночка 450, 70, боксе еще стоит. Ага, так. Черная и осетровая, стеклянных банках. Значит, 28 грамм 22 доллара, 113 грамм 65 долларов. А сетровая классик, это, видимо, улучшенная. От 60 баксов за 100 грамм. Икра черная, премиум. 28 грамм 24 доллара. Короче, можно себе икорочку прикупить. Надо бы подумать себе. Запомните это объявление. Отложу. Дело хорошее. Ну, телевизионная программа. Че тут, че впаривают? Вот. Вот такая вот газетка. Кроссвордик. Вот. Учитель английский. Вот такая газетка. Опять же, я тут насобирал всяких разных... Уже порезал, порезал, порезал я. Всяких разных объявлений. Вот. Пока камера еще работает. Давай я вам еще чуть-чуть почитаю, чтобы вы понимали, чем живет неганская диаспора в Нью-Йорке. Женщина в Беларуси ищет работу по уходу за пожилым, за проживанием. Вот. То есть, вселюсь к вам и полный пакет услуг. Требуется женщина-славянка для ухода за двумя мальчиками по уборке дома с проживанием в Нью-Джерси. Ищу работу бэби-ситтера на полдня в Квинсе, Манхэттене. В чем, смотрите, 7-11 музыки. Ищу работу по уборке качественно, быстро, профессионально, Бруклин, Манхэттен. Женщина средних лет ищет работу бэби-ситтера без проживания. Имеет опыт работ, смотрите. О, круто, круто, круто. Сейчас, сейчас читаю. Это бомба. Элегантная, красивая и умная женщина ищет попутчицу, слэш попутчика. Для поездки на чудо-озеро на две недели в апреле. Расходы пополам. Ну, ладно, я могу понять, элегантная, красивая, умная женщина ищет попутчика. Но вот попутчицу, да. Чуды дела твои, Господи. Выполню ваши поручения, улетая в Москву 2 июня. Обратно 25 июня. Тоже объявления можно очень двояко истолковать. Какие-то могут быть поручения в Москве в этой. Замочу ваших должников. Выполню ваши поручения, да. Ищу работу бэби-ситтера. Требуется русскоязычный туристический вид на РТ с опытом работы. Сдам двухбэдрумную квартиру после ремонта в районе Берген. А, тут сдача у нас сдается. Значит, сдам одну бэдрумную дачу в Костильских горах. Меняю государственную студию по 202 программе Манхэттена на студии в той же программе. Сдам закрытый гараж в районе 15-го Брайна. Слушай, такое ощущение, что я и из Москвы не выезжал. Сдам гараж, куплю гараж. Найду себе теку на ночь. Поеду, оттопырюсь еще няню на дом. Все, то же самое. Только вместо Квинса юго-запад, а вместо Брайт на Перова. Сдам с 1 июля комнату с супругой пари или двум работающим женщинам. Район Кингс-Хайвэй. Сдам-продам дачу. Что-то не курил давно. Так и сейчас сделаю. Сдается от 3-х бэдрумной зимний домик в Костильских горах. На лето две веранды, озеро, рыбалка, лес, грибы. Сдается от 1 бэдрумной зимний домик в Монтиселло. Так, ладно, почитаем, что продается. Продам роликовые коньки. 39-й размер с наколенниками. Продам детскую коляску фирмы Макларен. Куплю клясеры для марок. Продам новые элегантные туфли-босоножки. Ну, это полный бред вообще. Кто у тебя купит эти босоножки? Гузвилл тут навалом, тут заваленный этим всем. Не. Порожняк. Продам почти новую спальню из пяти предметов из толстеклянной Италии. Продам телевизор. Отдам. Вот, слушайте. Отдам. Отдам телевизор RCA 24 дюйма старой модели с цифровой приставкой и пылесос Sharp. Только заберите. Представляете, в России встречали такой отдам. Отдам телевизор. Цифровую приставку и пылесос. Только заберите. Круто. Круто. Это только в Америке. Продам почти даром женскую одежду в отличном состоянии фирменные вещи и обувь на девушку 7 лет. Продам норковый воротник и норковый ободок на голову. Кроличью шапку-ушанку, мобильный телефон БУ, механические часы и будильник. Да. Прям такая нерадостная рисуется картина. Или товар здесь поиздержался сильно. Или такая представляется квартира, заваленная вообще неимоверным хламом. Выбросить вроде жалко. И вот жаба душит отнести все это на помойку. Он пытается все это таки продать. Продам недорогость семинедельными котятами мать породы голубая таксида. А вот тут отдают. Отдав в дубовые руки 7 и 11 месячных кошечек порода лесная норвежская, прибитые стерилизованные. Продам с весь переездом очень дешевого комплекта учебников для подготовки к даче экзамена на лайсенс инженера-механика и прочие городки работы. А также новый Texas Instrument Calculator, необходимый для сдачи тестов ACT, AP, PCP, SAT, NMSQT, SAT, 1, 2. Продам итальянскую деревянную кровать King Size в полном комплекте за 150 баксов. Дорого. Не беру. Как там было в фильме-то, господи. Это у вас продается славянский гарнитур. Продается комната во Львове. О, ну это ведь дистанционные люди хотят продать свою хату во Львове. Продам картины маслом. Выставлялись в Москве и Нью-Йорке. Не уточнили, каким маслом. Я покупаю только картины, написано сливочным. А если подсолнечным мне, подсолнечные покупать не будут, только картины сливочным маслом. Вот. О, круто. Вот сейчас будет веселуха. Адвокат. 34 года. Интересный внешний, внутренний, высокий, спортивный. Познакомится с симпатичной, стройной, воспитанной девушкой. Интересный, добрый, бояльный, устроенный давно в стране 56 лет. Желая познакомиться с женщиной для серьезных отношений. Еще объявление. Жену в Канарсе. Познакомлюсь с духовно развитым мужчиной 65-70 лет. Евгением поднациональности для дружбы и экскурсии. 48 лет бизнесмен, гражданин США, турок по национальности, ищет свою вторую половину 35-40 лет. О своем прошлом оставлю биоговорить. Мой папа турецко подданный. Так. О, вот кто мне объяснит. Легальная женщина познакомится с мужчиной 60+, с серьезными намерениями. Что надумал под словом легальная? А не легальная. Не познакомится? Так. Умный, добрый, симпатичный армянин, 32 года, ищет подружку. Живу в Бостоне. Невест с иммиграционными проблемами, прощу не звонить. Симпатичный пенсионер 65 на 168. Симпатичный пенсионер 65 на 168. Безвредных привычек, любящий природу, музыку и танцы с машиной. Чего? А, он любит танцы, и он с машиной. Я уже думал, танцы с машиной. Ищет моложавую, приятную душой и телом неполную женщину с квартирой у Этиана для совместной жизни. Короче, у него танцы с машиной, а ему нужна тек с квартирой. Тоже неплохо. Совершенно нормальная женщина после 50. Обнаружила, что готова выйти замуж и дарить тепло, заботу, включая кулинарные изыскы. Господа, никто не хочет написать женщине, которую обнаружила. Глупый пингвин робко прячет. Умный, хитро достает. Образованный, обеспеченный мужчина познакомится с неполной женщиной в 40-50 лет. Короче, тут можно читать долго и упорно. Примерно мы поняли формат вот этих вот изданий. Ну, что касается юридической консультации, тут, например, грин-каты для инвесторов. О медицинских страховках. Значит, опять вот у меня икорочка. Вот как люди уезжают с собой животных вывозят. Увезем с собой кота. Короче, вот у меня подшивка вот этого всего шворца. Вот, она огромная. И опять же, у меня еще в каждой неделе приходят все новые и новые газетенки. Вот такие вот. Если вас этот ролик, как бы, за живое задел, пишите свои комментарии. И я продолжу съемки подобных вот таких вот информационных выпусков, обзоров американских объявлений. Потому что тут попадаются весьма неординарные объявления. Хорошего вам дня. Здоровья вам и вашим листам.